Он до сих пор помнит песни военных лет. Так мы поднимали свой боевой дух и шли в смертельные бои, вспоминает сейчас ветеран Великой Отечественной войны Исаак Куватов. На фронт его отправили в 17 лет. Участвовал в боях за Ворошиловград, город, расположенный на востоке Украины, ныне Луганск. Воевал на 2-м и 3-м украинских фронтах, был наводчиком противотанковой артиллерии, получил ранение в правое плечо. Снова встретились мы уже в Аше, представляете, долго с ним дружили. Он был постарше, недавно его не стало. Много друзей потерял годы войны, рассказывает Исаак Куватов, показывая черно-белые снимки. На фотографиях дорогие и самые близкие, те, с кем плечом к плечу шел к победе. Те, кто победный салют, так и не увидел. Многие не вернулись в поле сражений. Однажды ночью, когда мы собирались ложиться спать, командир батальона попросил принести воды. Я собрался идти, но он вдруг передумал и сказал, чтобы я остался и отправил двоих моих друзей. Вода находилась на нейтральной зоне, но, несмотря на это, немцы застрелили одного из солдат. Мне было больно, на его месте мог оказаться я. Так мы часто видели, как погибают близкие. Дай бог, чтобы наши дети никогда не видели войну. Медали за отвагу, за военную службу, почетные грамоты и другие награды. Ветеран Великой Отечественной войны хранит сегодня особо бережно. Больше всего их любят рассматривать его внуки. С гордостью он показывает их своим соседям. В селе его знают не только как ветерана войны. Немало лет он проработал и агрономом. Он 40 лет проработал в совхозе Интымак агрономом-шелководом. В его трудовой книге только одна запись. Принят на работу и ушел на пенсию. Мы гордимся своим отцом. Он хорошо воспитал нас всех. И сейчас себя чувствует отлично. Память у него хорошая, здоровье тоже и настроение. Единственное, иногда с грустью вспоминает маму нашу покойную. Исаак Кубатов с покойной супругой прожил 53 года. Сейчас он в кругу своих самых близких. А семья у ветерана большая. 11 детей, 41 внуков и 50 правнуков. Ему 94 года. Но сдаваться возрасту ветеран Великой Отечественной войны не намерен. Каждый день он гуляет на свежем воздухе и продолжает принимать участие в воспитании внуков и правнуков.